здарова народ с вами варчик получил три отметочки на и сет четвертом пора записывать после трех отметок хвалил я этот танчик очень сильно советовал всем его брать по-любому танк супер лютая имбище бронированная стабилизация лу зарядил всех убил но после того как я взял три отметочки наверное раскрылись все минусы которые у танка есть я понял про него абсолютно все сейчас я вам это все расскажу после того как я накатал на нем побольше боев и получил эти отметки танчик для меня уже не стал лютой бронированной имбой а скорее стал просто нормальный танк с уклоном про броню но играть на нем я больше не хочу и так поехали про минусы крупные большие а их очень много для затравочки начнем просто с мелочи у танка альфа 440 но при этом 30 снарядов это очень мало при этом у танка точность 042 если не делать упор на точность в оборудовании то вы будете очень много промахиваться и у вас снаряды будут заканчиваться чуть ли там не 4000 урона уже и кончились потому что все остальное мимо орудия невероятно кривое но стабилизированная точности нет абсолютно так при этом еще и снарядов мало даже в объекте 277 альфа 490 тоже мало снарядов но там их 35 с альфой 490 а тут 30 с альфой 440 это жесть какая-то одесс наряды чем стрелять на этом танке еще и с такой точностью плохой очень часто снаряды просто заканчивались и почти каждый бой где хоть какой-то урон ты накидываешь в конце у тебя остается буквально там два-три снарядика и все они чуть ли не каждый бой заканчивались планка на три отметки 400 при этом средуха у меня в основном было примерно 3800 на когда я брал три отметки в принципе примерно с такой и взял снарядов нереально мало к тому же еще и боеукладка слабая ломают ее практически каждый бой в эти щеки которые легко пробиваются на корпусе в целом со стрельбой беда еще и орудия опускаются всего лишь на 6 градусов умаститься на медленном танке среди перекопанных карт очень сложно вот и получается что из этого всего выходят следующие два набора оборудования почти все время я катал на следующем оборудовании турбина стабилизатор улучшенный прицел без досылателя мы теряем там 400 500 дпм а но зато мы попадаем с точностью 035 потому что без улучшенного прицела точность 038 не играбельная мы каждый бой половину снарядов не попадаем вообще а когда мы не попадаем дпм и по сути то и нет поэтому лучше поставить улучшенный прицел и намного чаще попадать чем просто стрелять мимо и набор оборудования с которым я добил три отметки с 93 до 95 это досылатель стабилизатор и улучшенный прицел ну в принципе более-менее такой стандартный набор что касаемо брони она конечно же шикарная но где в башне конечно она очень бронированная но с 6 градусами уэнами очень тяжело с ней занять какую-то позицию хорошо можно играть через кучки мусора через всякие насыпи но очень тяжело играть через холмы рельефы там и так далее как только мы показываем корпус там броня есть только в борту и когда мы рамбуем там в катке начинается от 400 и там чуть ли не до бесконечность борт очень бронированная особенно там где катки но вот выше катка когда мы рамбуем видно щеку на vld в щеке 280 миллиметров за щекой боеукладка которая ломается каждый бой иса 4 все видят сразу понимает он бронированный заряжает голду и это щека пробивается голдой очень легко и брони получается ничуть не больше чем в 277 в 277 200 миллиметров все пробивают vld высечь 4 280 миллиметров тоже все пробивают потому что все стреляют голдой вот и получается что в ближнем бою если вы показываете лоб корпуса то считайте что вас разберут буквально за считанные секунды потому что голдой он пробивается в лоб корпуса очень легко поэтому в ближнем бою лучше играть только от башни либо показывать борт чтобы не было видно щеки а нормально он танкует на средней дистанции бортиком либо от башни на любой дистанции неважно башня тоже надо пробивается но крайне редко там есть микро такая каем очка возле орудия там 280 миллиметров туда почти нереально попасть боев за 50 не туда один раз попали это это было птшка голдой пробила и еще на башне есть лючок но это даже не лючок а скорее какая-то микро выемка ни разу туда мне не пробивали но в целом если попадут то такое возможно но так никто ни разу и не попал чаще всего все пробивает в корпус ломается всегда боеукладка и корпус вообще показывать не хочется только борт но так чтобы не было видно а щеки также еще видно погон башни туда тоже залетает и пробивают иногда но туда не особо любят целиться но такое тоже бывает по корпусу получается что если лоб корпуса видно либо пробивает голдой в лд либо пробивает голдой в щеке все а лдой в него стрелят все потому что из четыре же броня а бои по две минуты нам надо успеть поиграть поэтому сразу голдецо зарядил в силуэт пробил и поехал если делать обратный ромбик борт танкует но на жопе есть полочка на двигателе которая легко пробивается поэтому обратный ромб не играбельный им пользоваться практически нереально танчик получается примерно тоже как 277 овальный что спереди что сзади поэтому танковать бронированным бортом не так уж и удобно все время подставляешь ватные щеки самый главный минус в броне это над гусеничные полки если из 4 стоит перед вами лицом мы смотрим на катки передние на гусеницы и в районе верхней части гусеницы там где она уже заканчивается и начинается корпус танка вот где-то в этом промежутке видно над гусеничную полку грубо говоря это броня над гусеницей вдоль борта там нет брони вообще и даже не всегда надо наклонять танк назад и поднимать перед танка чтобы эту полку было видно иногда просто стоишь перед и сом четвертым ровно и уже можно туда пробивать с восьмерки б башками легко туда пробивается и мое удивление насколько слабые игроки в рандоме настолько же они сильные против высад 4 против этой над гусеничной полки такое ощущение как будто бы они 10 лет тренировались убивать из 4 в над гусеничную полку только танчик чуть-чуть наклонил все первый же встречный чел первым же выстрелом туда пробивает это нереально бесит вроде танк с броней но есть просто огромное дырище в катке и там просто нет брони короче в танке очень много нюансов в броне очень много особенностей в стрельбе танк на самом деле не такой уж радужный и удобный на нем довольно таки тяжело играть поэтому рекомендовать его в первую очередь всем подряд качать конечно же я уже не могу но в целом чтобы выполнять лбз на танкование танчик все равно подходит на нем можно научиться танковать но танк на самом деле сложный слишком много особенность когда мы стоим перед врагом ровно в лда ему показывать нельзя щеку ему тоже в доворачивать нельзя обратным ромбом танковать нельзя танк наклонять нельзя обязательно нужно улучшать точность и на самом деле танк очень легко сливается когда приезжают в ближний бой к врагам поэтому лучше не упарывайтесь а стойте в позиционках танк очень силен в позиционках и очень слаб когда он въезжает во врагов поскольку его начинает пробивать во все дыры сам был арчи карать красиво всем пока